ребята всем привет с вами на канале евгений радист и сегодня мы с вами запишем вторую часть видео более полную в которой мы посмотрим как на практике выбирается и устанавливается усилитель сигнала сотовой связи эта часть будет посвящена больше даже монтажу и полученному результату мы сейчас находимся на объекте у заказчика здесь загородный дом значит на улице сигнал очень хороший приблизительно минус 70 децибел сигнал показывает по программе network целый инфо смотрите мое первое видео я там про это рассказываю band номер один соответственно здесь 2100 мегагерц наши телефоны на улице работают на частоте 3g 2100 мегагерц и именно на этом канале здесь идет как интернет 3g так и сигнал голосовой связи также здесь есть еще частотный диапазон на 900 мегагерц он тоже очень хороший тоже сигнал очень мощный и проблема в том заключается в том что в дальней части дома относительно сотовой вышки дальняя часть дома там сигнал достаточно слабый то есть вот здесь есть кухня в этом доме я вам сейчас покажу здесь есть санузел котельная со стороны кухни пристроена и сигнал там очень слабый давайте будем делать нормальную качественную связь и посмотрим какое оборудование приготовила посмотрим на объект снаружи я покажу где будем ставить антенну и куда будем ее направлять так ребята вот у нас на улице уже заготовлено следующие оборудование это крепежный кронштейн для того чтобы мы могли на стене дома закрепить его на этом кронштейне у нас будет вот такая вот антенна эта антенна волновой канал в эту сторону у нас идет направление на базовую станцию эта сторона противоположная значит она к дому и на нем соответственно такой крепежный хомут для того чтобы можно было закрепить эту антенну в этом пластиковом конусе оборудование называется волновой канал то есть там так называемая гребенка расческа как только не называют рыбий скелет в действительности это соответственно волновой канал или система ягия давайте посмотрим дальше так ребята здесь соответственно такой достаточно высокий дом я бы даже сказал очень высокий он двухэтажный это с этой стороны планируется у людей терраса пока ее нет это очень хорошо и вот там наверху вот в этой части ребята мы будем крепить антенну которая будет направлена в ту сторону потому что у нас базовая станция приблизительно в двух трех километрах за лесом но эту вышку вечером видно то есть эти огоньки красные они у нас видны с этого окна даже а там получается еще на метр выше и собственно это очень удачное место потому что там если высунуться с телефоном то сигнал будет приблизительно минус 70 децибел это то что надо так ребята ну вот антенночку мы поставили направили ее на базовую станцию вот это как раз положение вертикальной поляризации именно вот так она должна быть часто спрашивают куда конусом вот конусом она направлена от здания в сторону базовой станции вот никак по-другому ее ставить не надо ни на бок лась не вверх задирать именно вот такое положение вот и соответственно кабели завели на чердак и подключили репитер давайте пойдем посмотрим как это на чердаке так вот ребят залез я на чердак тут пока еще в доме ремонт поэтому пока вот так вот значит смотрите какие у нас показатели питание две зелененьких автоматическая регулировка мощности тоже две зелененьких могут подмаргивать это нормальное состояние и самое главное нижняя шкала это экранировка между антеннами тоже у нас две зелененькие это ребята самое главное потому что в таком положении у нас есть показания данного репитера свидетельствующие о том что уличные антенны и комнатные хорошо разнесены что уличная антенна у нас идет ребята вот туда так что попробуем подойти процесс съемки ребят не снимал ну вот самый дальний угол вот видно этот кабель и и да и соответственно самый дальний угол там у нас отверстие и к антенны все закреплено и соответственно дальше пошел кабель от комнатной антенны тут все подписано все очень легко антенна комнатная и он спускается вниз сейчас пойдемте посмотрим куда он приходит я спустился на второй этаж чердака вот пошел кабель он будет зашиваться он будет убираться в гофру разумеется пошел вниз здесь такой вот интересный утеплитель светника раньше такого не видел это логически чистый мох с фагнума но это ладно мы сейчас не об этом говорим значит и соответственно заказчик попросил чтобы антеночка не была видна в кухне потолок здесь деревянный поэтому и просто здесь похороним вот наша антеночка у неё диаграмма направленности 360 градусов я все беру и соответственно мы получили хороший результат у нас в этой части внизу на первом этаже был очень слабый режим е минус 100 минус 120 децибел режима 3g h плюс вообще не было а сейчас мы получили 67 70 децибел полная шкала h плюс делаем замеры скорости прекрасная скорость в интернете в данном регионе 4g вообще нету есть только 3g поэтому заказчик удовлетворен мы собственно тоже я вам еще покажу по возможности сейчас попробую как это сделать замеры скорости интернет и самое главное замеры силы сигнала с усилителем и без усилителя так ребят ну вот политика ситуация вот в этом помещении у нас совсем не было никакого сигнала то есть тут был просто там минус 90 все было достаточно плохо сейчас вот минус 65 минус 69 сигнал в зеленой зоне вот минус 71 тоже хороший показатель и на телефонах появился режим 3g и даже h плюс напомню что в этом регионе здесь нет совсем 4g то есть здесь есть режиме на 900 мегагерц есть режим 3g он же соответственно h h плюс на 2100 мегагерц вот сейчас минус 69 вот я попрошу отключить пожалуйста питание от усилителя вот мы отключили питание вот смотрите как сигнал у нас упал вот уже прям сразу это видно минус 95 минус 97 ухудшается и соответственно на таком сигнале конечно ни о каком интернете мобильном и речи быть не может все можно включить обратно поэтому смотрите у нас получается картинка такая у нас телефон с усилителем реально уже меньше излучает вот опять включился у нас уже усилителя сейчас настраивается я вам только что показывал там автоматическая регулировочка у нас значит телефон меньше излучает у нас на телефоне но по расчетам там не более 50 милливатт мощность сигнала телефон не греется телефон не греется не разряжается и у нас сейчас соответственно очень хороший сигнал идет уже от комнатной антенны здесь приблизительно ну где-то около 70 милливатт милливатт то есть не больше под потолком то есть мы к этой антенне не приближаемся и напомню что мобильный телефон около головы в условиях плохого сигнала излучает на приблизительно ну около полтора два ватта то есть 1500 милливатт две тысячи милливатт и это мы прижимаем голове усилители у нас имеет мощность там 0 1 ватта максимум и антеночку мы голове не прижимаем она на трехметровом потолке и нам никак жить не мешает так что ребята вот собственно такой вот режим пожалуйста все перед вами вот он уже настроился опять специально такой долго видео держу и показывает минус 65 децибел это очень хороший показатель значит напомню это на частоте 2100 мегагерц и сейчас попробуем сделать еще замер скорости интернета это не критерий в данном случае но это тоже интересно давайте попробуем да ребят вот забыл еще показать это я включил сейчас режим только 2g то есть у нас стоит системный оси начал селитель на систему 3g на частоты 3g 2100 и на режим edge значит 900 мегагерц сейчас переключил на 900 мегагерц смотрите вообще ребята ломовой сигнал значит давайте попробуем сейчас прям режиме онлайн не очень удобно ну ладно так значит переключаем мы сейчас на режим 3g посмотрим как будет 3g так мобильная сеть так вот видите у нас сейчас стоит режим только 2g давайте включаем сейчас только 3g посмотрим как будет только в 3g так отсюда выходим вернулись сюда эти сигнал в 3g чуть чуть хуже но тоже в зеленой зоне прекрасный сигнал ребята вообще супер на самом деле так и опять в режиме онлайн переходим на режим и настройки системы еще мобильная сеть и опять включаем только 2g только 2g все включилось у нас опять отсюда выходим вот он вообще чудо минус 51 но давайте сейчас прям добегой до розеточки извиняюсь тут стены не показываю потому что помещение ребят жилое так обесточиваем обесточиваем шарники личные вещи так сказать в кадр не попадали посмотрим что сейчас происходит вот уже сигнал упал уже минус 70 децибел тоже зеленая зона все минус 93 практически 95 ну то есть понимаете да ребят что происходит какая прибавка капитальная давайте опять час включим все было наглядно на чердак у нас идет этот провод опять включили так и смотрим что происходит сейчас будет настраиваться напомню что настройка подольше происходит минус 71 минус 73 на этом планшете ребята меня не показывает частоты но это не так важно тут я в этом видео пытаюсь показать сам эффект усиления насколько он хороший вот опять растет видите уже происходит автоматическая регулировка мощности самым потихонечку добавляет немножечко убавляет то опять добавляет вот все судя по всему выровнялся вот ребят такая картинка понимаете да так что просто капитально минус 95 и рост на минус 51 ломовой эффект ребят ломовой так ребят ну вот работа закончена не так быстро но и не очень долго все аккуратненько мы там проложили кабель все упаковали теперь помещение где был просто ничтожно слабый сигнал в режиме е не было никакого сигнала в режиме 3g режиме h плюс сейчас появился стопроцентный сигнал полная шкала приема и на нижнем и на верхнем диапазоне сигнал в децибелах вы сами видели сигнал ломовой усилитель автоматически прекрасно настраивается до базовой станции отсюда где-то примерно там от двух до трех километров и заказчик получил желаемый эффект теперь в любой части дома можно совершенно спокойно принимать звонки совершать звонки пользоваться интернетом 3g на всех типах смартфонов на всех планшетах здесь стоит значит тв тюнер тв бокс прекрасный интернет значит на этом тв тюнере все замечательно все работает хорошо и самое главное что ребята еще хочу подчеркнуть в доме реально улучшилась экология то есть у нас сейчас телефоны не греются они раньше очень сильно нагревались вот в части где кухня сейчас телефона не греются полная шкала и телефоны не вредят здоровью человека так что ребят пожалуйста будут какие то вопросы обращайтесь не забывайте ставить лайки надеюсь вам понравилось это видео не забывайте подписываться и всего доброго до скорой встречи